Формановский городской суд вынес решение по делу депутата облдумы коммуниста Павла Смирнова 19 марта. Установлено, что он разместил на своей странице во Вконтакте видеоролик «Долой религию», содержащий оскорбительные высказывания в отношении христиан. Ему назначили штраф 15 тысяч рублей. Депутат виновным себя не считает, поэтому обратился с апелляцией в областной суд. Он рассказал, что изначально спорное видео было доступно для просмотра только ему, как владельцу аккаунта. А позже доступ открыли злоумышленники. В начале августа я потерял телефон свой, точнее смартфон. А в конце августа на меня уже жалоба была организована в прокуратуру. То есть эти факты свидетельствуют о том, что здесь мог быть участвован иными лицами, третьими, вход на мою страницу. Видео быстро набрало просмотры, а в ноябре 2023 года депутату позвонили из прокуратуры. Павел Смирнов рассказал, что несмотря на свою партийную принадлежность, он крещен в Эвгу, изучал историю разных религий и выступает за свободу веры. А также попросил суд допросить повторно одного из свидетелей, который может доказать, что его аккаунт Вконтакте взломали и провести экспертизу. Однако суд отказал. Суд пришел к выводу, что каких-то новых доказательств по делу ни свидетель, ни техэкспертиза не дадут. Депутат уверен, что его пытаются выставить в дурном свете политические конкуренты. Знаю, кто организатор этой провокации, просто не могу эту фамилию назвать, потому что нет у меня доказательств. Но этим человеком жалоба была написана. Теперь у него карьерный взлет соответствующий. В том числе, думаю, и за это. В содеянном Павел Смирнов раскаялся, запись удалил. Ранее к административной, а тем более уголовной ответственности не привлекался. Решение оставили без изменений. Постановление судей Фурманского городского суда Ивановской области 19 марта 2024 года, вынесенное в отношении Смирнова Павла Витальевича, оставить без изменения. Жалобу Смирнова Павла Витальевича без удовлетворения. Павел Смирнов пока определяется подавателем кассационную жалобу. Он не раз повторил, что от кибермошенников никто не застрахован. Марина Зейнина, Диис Железов, телекомпания «Барс».